Кубань – благодатный край, омываемый водами двух морей, не зря считается всероссийской житницей. По объему производимой сельхозпродукции наш регион – числе признанных лидеров. И в развитии агропромышленного комплекса Краснодарского края нельзя недооценивать работу крестьянско-фермерских хозяйств. Это актуально и для нашего района. В самом деле 113 крестьянско-фермерских хозяйств муниципалитета обрабатывают 13 тысяч гектаров. Фермеры выращивают озимые культуры, рисы, сою, различные овощи, разводят скот и птицу. И они еще совсем не исчерпали все возможности для своего развития. Об этом шла речь на отчетном собрании по итогам деятельности КФХ в 2020 году. В Большом зале Славянской администрации собрались руководители крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты управления сельского хозяйства, были и представители краевых, а также банковских структур. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Стараемся находить взаимодействие, друг другу помогать. Сегодня власть как никогда открыта, с любимыми хозяйствующими субъектами на территории нашего муниципального образования Славянский район. Оказывается, всесторонние меры поддержки. Вы участвуете во всех программах краевых, федеральных, которые есть. И я думаю, что нам есть чем гордиться. Мы район аграрный. В выступлении председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств района Виктора Старцева был дан подробный анализ состояния дел, отмечены успехи и вместе с тем не замалчивались проблемы, без решения которых перспективы у небольших хозяйств туманные. Хочется отметить, что устойчивое развитие и повышение подходности КФХ в существенной степени зависит от квалификации фермеров, опыта и профессиональной подготовки, а также возрастного ценза. Средний возраст фермерского состава на сегодня у нас составляет 57 лет. Хотелось бы, чтобы молодые фермеры сумели поднять значимость своих хозяйств не только на уровне поселения района, но и быть конкурентоспособными на уровне Коскарского края. Дорогие друзья, государством был разработан и продолжает осуществляться ряд мер по поддержке крестьянства. Дану освобождение от уплаты МДС при ввозе племенного скота и его семенного материала. Освобождение от НДФЛ получаемых фермерами гранты, а также суммы единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего ферма и бюджетные субсидии фермера. Стартовала программа «Агростарк» за трех миллионов на развитие. Также реализованы целевые программы поддержка начинающего фермера в прошлом году была. Развитие животноводческих семейных ферм, элитное семейноводство. Оказывается, социальная поддержка на основании социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. За последние четыре года практически не изменились закупочные цены на зерновые и другие сельхозкультуры. Уже пять лет почти не растет цена на живой вес крупного рогатого скота, а расходы на производство не стоят на месте. Затем высказались руководители крепких крестьянско-фермерских хозяйств. Они сумели выжить. Во время становления научились решать текущие проблемы и поэтому добиваются успехов. За последние три года хозяйством выращено 6 532 тонны риса, 7 184 тонны пшеницы, 515 тонн осадок, 789 тонн соль, 326 тонн подсолнечника на сумму более 200 миллионов рублей. В нашем хозяйстве проводятся мероприятия по повышению плодороги в почву. На половине площади проведен мониторинг плодородия почвы. На площади 318 гектаров проведена капитальная пневмировка риса печепа. В хозяйстве ведется работа по увеличению посевов культур элитными семенами, внесению минеральных удовлений, а также повышению продуктивных тяжелых, что дает возможность улучшить экономическое состояние хозяйства. Крестьянско-фермерское хозяйство Слюсаренко было в последние годы призером и победителем кубанской ярмарки. И это говорит о многом. Очень помогает всем поддержка сельхозпроизводителей со стороны государства. В нашем крае возникла и была начата реализация уникальной, единственной в России программы грантовой поддержки начинающих сельскохозяйственных кооперативов. И за это время было создано 99. И из них 24 получили уже на сегодняшний день 510 миллионов рублей грантовой поддержки разных направлений. Там и животноводы, и винограды есть, и самоводы. И нам этим надо дорожить. Я чувствую по атмосфере, по словам ведущего, что у вас в районе тоже есть такая уникальная возможность. Красной нитью через ряд выступлений прошла мысль о необходимости кооперации. Только она даст возможность уверенно смотреть в будущее. Как только возникает какая-то проблема, приглашайте, созываем Совет АКОР. И с Советом АКОР получаем полноценную, изучаем эту проблему. Я ее взял и поехали с ней работать. Поехали работать с кем угодно. С Министерством трудных ресурсов, с Департаментом имущества, с Министерством сельского хозяйства. Без разницы. Поехали с ней работать. Вот такое предложение. Коператив это тоже перекупщик. Но только вот этот умбль остается у нас. Здесь нужно посмотреть, готовы поделиться опытом, как это организовать. И не будет никакой проблемы. У кого тройка, у кого четверка. Никто не ссыпает кучу в одну. Это все работает. И тем более у вас есть близость. Близость к чему? К морским ресурсам. У вас логистика прекрасная. За последнее десятилетие в районе построено 254 теплицы общей площадью 23,8 гектара. Во многом благодаря субсидиям, которые на это выделяются. Представители банков, работающих с аграриями, рассказали им о возможностях кредитования. Всегда готовы оказать помощь фермерам и управлению сельского хозяйства. Проезжайте в управление. Все специалисты готовы по разным направлениям оказать консультативную помощь. Есть у нас, работает центр компетенции Валерий Викторович Тихворский. Пират, который курирует непосредственно малые формы хозяйства. Хозяйство КВХ, ИПМ, также ИПХ. Всяческая помощь консультативная. Небольшим хозяйствам трудно выжить в рыночной стихии без постоянной поддержки и кооперации. Славянские аграрии, приобретая ценный опыт работы в современных условиях, понимают, что нужно внедрять передовые технологии, знать последние достижения ученых и пользоваться ими в своей важной и нужной работе. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!